Всем привет, с вами Адри Чент, и да, вы на моём лайв-канале, и это новый выпуск «Я вешу 300 килограмм». Вижу ваши лайки, вижу ваши комментарии, вижу, что просите ещё. Ну, выполняю ваше желание. Мы начинаем. Ну давайте, понеслась. Боль — один из многих факторов в жизни, которые нельзя контролировать. Если пытаешься её избежать, становится только хуже. Прям как цитаты великих людей. 265 килограмм, 43 года. О-о-о. Какие ноги. Моя жизнь — сущий кошмар. Лимфедема жёсткая просто. А лимфедема я постоянно испытываю боль и с трудом дышу. Причём на двух ногах. Мне едва удаётся сидеть. Я попросту слишком тяжёлая. Ага, на как-то ходят. Я не знаю, сколько ещё смогут выдержать мои колени. Мне сложно что-либо делать самостоятельно. Унитаз, унитаз такой более... Подруга Саги помогает мне мыться и следит за моей гигиеной. Я с трудом помещаюсь в ванне. Получилось? Ладно, как-то не так встать, навернуться и всё. Вызывай спасателей. Не могу долго стоять на ногах. Ты в порядке? Да, да. Саги выполняет за меня всю физическую работу. Так стыдно, что кому-то приходится меня купать. Она как подруга или как сиделка тоже деньги получает? Боюсь, моё тело может отказать в любой момент. Даже перемещаясь по дому, мне приходится то и дело присаживаться. Но сделать это я могу только в трёх местах. В кровати, на унитазе и в моём кресле. И в ванной. За ванну забыла. Любое действие я совершаю на пределе возможностей собственного тела. Мой мир ограничен. Я либо лежу в кровати, либо сижу на стуле. Сейчас бы что-то вредненького покушать, да? В детстве лишний вес меня не беспокоил. Но с годами я начала набирать килограммы. В старших классах и ещё несколько лет позже я была довольно пышной, но активной и счастливой девушкой. Это немножечко пышно, да, по фотке? Только после родов у меня начались проблемы с ожирением. А до этого ожирения не было, да? Много детей и после появления на свет младшего весело уже хорошо за сотню килограммов. Ситуация окончательно вышла из-под контроля, когда погиб мой сын. Четыре года назад привычный мир рухнул. Мой сын Мак оказался не в том месте в неудачное время среди людей, с которыми ему не стоило общаться, и его застрелили. Помню, как дочь открыла дверь и сказала, Мак умер, его больше нет. Я онемела от горя. Тогда вся моя жизнь изменилась. Со смертью сына Джон опустила руки. Это радикально ее изменило. Нормальная так порция. Сестра начала заедать свою боль. Я закрылась от мира. С того момента еда стала моим утешением. Мне нужна была эта поддержка. И я ела, не волнуясь о полноте. Просто ела. Джон до сих пор не может совладать с болью. Иногда ей становится легче, но она все равно страдает. Я бы хотела на обед омлет с мясом и овощами. Постоянно скучаю по сыну. Когда вспоминаю Мака, мне хочется съесть какое-нибудь его любимое блюдо. Не могу принять, что сына больше нет. Поэтому продолжаю его кормить. Когда ем сама, я как будто забочусь о своем малыше. Понимаю это безумие. Мой сын давно мертв, и он вряд ли хотел бы, чтобы его мать объедалась. Но я не могу остановиться. садим. Садим! Минутку. Остальные дети где? Я познакомилась с Джуд два года назад. Меня привлекла ее уверенность в себе и активная позиция. Может, тако? Да, неплохо. Активная позиция? Романтика ушла из наших отношений, и теперь я лишь исполняю роль сиделки. А, не пара. Хочу начос и буррито. Ага. С добавкой мяса, сыра и сметаны. Ладно. Я ем, что захочу. Так всегда было и будет. Мне даже не обязательно ходить за едой, я все могу заказать по сотовому. Так что, если даже садим принесет мне еду, я добуду ее сама. Не так уж и много. Говорю же, я голодная. Джон полностью от меня зависит. Я выполняю все ее поручения, потому что ей самой не сесть в машину. Такая жизнь для меня в тягость. Я покупаю вредную еду один, два, иногда три раза в день. Мне это кажется неправильным, но я сдалась, потому что не хочу ссориться. Стандартный ответ. Не хочу ругаться. Можно мне начо с гранде, два буррито, мексиканская кухня, с дополнительным мясом, чалупа и два тако. Что-то еще? Нет, спасибо. Мне кажется, и так заказ был не маленький. Джун недолго осталось. Сколько человек может жить в таком состоянии? Да и так ей уже скоро 50 будет. ты сверялась со списком? Да. Не похоже. Наверное, в кафе напутали. К вам подъезжали на машине и заказали еду, а вы не все положили. У Джун нездоровое пристрастие к еде. Спасибо. Типа поедет забери остаток. меня сейчас увидел, ему бы это не понравилось. Люблю своего мальчика, но пока не готова с ним встретиться. Нужно что-то менять, иначе я умру. Я вижу, ты пока стараешься. Ну, посмотрим, как будет дальше. Здесь в Хьюстоне есть доктор Назардан, который оперирует настолько полных людей, как я. Сегодня я с ним встречусь. Надеюсь, он мне поможет. Хоть ехать далеко не надо, да? непростая задача. Я несколько месяцев не выходила из дома. Пойти перед тобой? Да. даже не знаю, смогу ли спуститься. Колени в порядке? Нет. Ноги, конечно, ужасно выглядят. Сейчас мне приходится буквально сражаться за свою жизнь. Вообще чудо, что она еще ходит. Хотя бы ехать недалеко. за последние три года я обращалась в больницу раз двадцать. И ни один врач не смог мне помочь. Ни один врач не хотел брать на себя ответственность. чтобы на этот раз все вышло иначе. Но Назардан он не такой. Тяни. Все должно получиться. но я не имею представления сколько сейчас вешу. Боюсь, врач скажет, что мне уже не помочь. Представляете, какой такой вам уже не помочь? Танья. Очень волнуюсь. Хуже всего, если я сейчас узнаю, что вешу слишком много и доктор не сможет мне помочь. Не нормально. Я в шоке. Ужасная новость. А я думала, что я ем и не толстею. К такому я не была готова. Здравствуйте. Здравствуйте. Я доктор Назардан. Я Джон. Ваш вес почти 300 килограммов. Михаил, скажите, как так вышло? Я переедаю. Ем много мяса, жареной картошки, но сладкое употребляю два, максимум три раза в неделю. Если не волнуешься. Да, стоит мне понервничать. А волнуюсь, то... Ем без меры, пью бессировку и сок. Только пять раз в день, да? Она ходит в магазин. Делает все, что вы попросите? Да, я люблю командовать. Если я отказываюсь, просят других. Я своего добьюсь. Подруга Джун потакает ее слабостью, при этом сама неполная. Когда партнер больного не разделяет неправильных привычек питания, им наверняка манипулируют, даже если он сам того не осознает. манипулирую 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 согласно медицинской карте, у вас целый букет заболеваний. Да, в 2011 у меня был сердечный приступ. И еще инсульт? Да, обширный инсульт в 2010 принимаете 18 20 21 лекарство? Да, да. очень не требует. Ого! Возможно ей осталось жить недолго. Там от срачки, там от болячки, там от головы, там для жопы, 21 лекарство. Я очень обеспокоен вашим здоровьем. Если отправить вас домой, мы можем больше не встретиться. Немедленно вас госпитализирую, чтобы убедиться, что вам не грозит новый инсульт. Или того хуже. Потом мы очень быстро закончим проект. Верить, что здоровью Джун ничто не угрожает, и вес находится под контролем, отправлю домой на самостоятельное лечение. Тогда ей предстоит продемонстрировать, что она готова к шунтированию. Сейчас операция вам противопоказана. Я не уверен, что в вашем состоянии вы ее перенесете. Пора меня... Может, другие врачи тоже отказывались такие? У вас 21 лекарство, которое вы принимаете? У вас был инфаркт, инсульт... Да? Я понял. Не, наверное, мы... Я обманал себе такую репутацию. Прежде чем говорить об операции, пациентке нужно хотя бы пережить этот месяц. И как все положительно настроено. Аж назар дам месяц пережить. Али ты не думала, что меня госпитализируют? Мадам, скажи спасибо. Иначе могла бы прилипы готофолк. известия. Но я хочу жить. И мы бы закончили проект. А так есть шанс. Я вся на нервах от того, что пришлось лечь в больницу и сдавать анализы. Стараюсь концентрироваться на изучении плана питания, который дал мне доктор. Слушай, один грамм белка содержит 4 калории. Да. И один грамм гулеводов тоже содержит 4 калории. Как самочувствие? Все хорошо. Данные анализов показывают, что вы страдаете от сильной нехватки питательных веществ. Это нужно немедленно исправить. Несмотря на избыточный вес, организму Джун не хватает полезных элементов. Ее обычная пища была практически лишена питательной ценности. Вам необходимо исключить углеводы и питаться белковой пищей под присмотром врачей в течение месяца. У меня один вопрос. Вы запретили мне фрукты, а можно один или два раза в день есть клубнику, пару ягод? Нужно по максимуму исключить сахар. Признаюсь честно, клубника моя страсть. Вряд ли Джун осознает всю тяжесть своего состояния. моя страсть. тело сейчас не вынесет даже легкой простуды. Да-да. Вам необходимы решительные меры. Придется ограничить ваше питание и назначить физические нагрузки. Мне кажется, она не понимает до конца, какой на жопе находится. За месяц ей нужно освоиться с программой. В противном случае я ничем не смогу помочь. Вы справитесь. Спасибо. Удачи. А то у нее можно клубничку. Чуть-чуть. Университетская больница. Мисс Джун, обсудим ваш ужин. У нас есть креветки с рисом. Вам подадут без риса, курица, рыба, говядина. Вообще шикарно. Можно мне вместо риса к креветкам порцию говядины? Количество еды должно быть ограниченным. Ты сатриум нечает еще. Торгуется. Тилапи и так подается большой порцией. Креветки уже лишние. Слишком много белка? Спрошу у старшей медсестры. Пусть решает сколько вам можно. Ой, наглая. Ой, наглая. Ой. Не нравится мне она. Тебе, подруга, худеть надо? Вот так мне нужно будет питаться дома. Просто придерживайся правил. И хрен ты так будешь питаться, я понял. Если ты уже здесь вытворяешь такие козни строишь. это Оставь место для ужина. Креветки, говядина, курочка, нелегко так долго лежать в больнице. Вы должны начинать двигаться. Я плохо себя чувствую и мне тяжело ходить. А, то есть до этого мы ходили, а сейчас тяжело. Настоящие испытания для меня. Испытание это твой вес. Джун находится в больнице уже месяц. Она многократно давала понять, как ей не нравится диета и упражнения. Думаю, пациентка привыкла постоянно жаловаться, чтобы получать необходимое внимание. Тип людей такое есть. Друга все еще о ней и заботиться. Их отношения не изменились. Несмотря на сопротивление Джун, нам удалось держать ее в рамках программы. И за месяц она добилась определенного успеха. Сколько похудела? Как вы себя чувствуете? Уже лучше. Сегодня узнаем ваш вес. Ладно. Обнулите весы. Сколько там? 24 килограмма. Отлично. Сейчас состояние здоровья пациентки позволяет ей вернуться домой и продолжать худеть самостоятельно. Пока что-то мало верится. Ну посмотрим. Я хочу, чтобы Джун сбросила еще пару килограммов и доказала, что может придерживаться правильного режима. Только в этом случае я допущу ее в дешинсирование желудка. Давайте. Надеюсь, она не растратит впустой результат, достигнутый с нашей помощью за последние месяцы. А мне кажется, растратит. Ну, пусть я буду ошибаться. Ну, пока я, блин... хочешь на ужин? Остался стейк? Да. Можно с картошкой и сметаной? Ладно. Конечно, и с картошкой, и сметаной, и можно соусом полить, и еще можно чипсами посыпать, другой картошкой. С момента выписки из больницы я не хорошо себя чувствую. Вряд ли мне удалось достичь большого прогресса. И маленький тортик. Маленький маленький. Лимфедема распухла и вызывает сильную боль в ногах, при этом в них скапливается много жидкости. Это наезжало три куска мяса на нее. Сложно вставать. Бля, порции, конечно. Пожалуйста. Ох. Я постоянно голодаю. Что я нифига не изменилась. когда мне плохо. Это возвращает мне силы. На следующем осмотре я узнаю, какого прогресса удалось достичь. Отрицательного прогресса. как говорится, у нас отрицательное похудение, да, называется. Давайте делаем ставки, сколько она набрала. Сто пудов не похудел аж. С учетом того, что нам показывали. Волнуюсь перед встречей с доктором. Надеюсь, я сбросила пару килограммов. Было 243. Должна признать, месяц выдался тяжелый, и я отступала от диеты. Но если мне проведут операцию, я обязательно измену свою жизнь. Но если проведут. Набрала 12 килограмм. Молодец. Какая ты умничка. Третий. Я не потрясена, но мне немного обидно, особенно после предыдущего прогресса. Вы набрали 9 килограммов. В чем дело? Это вода. Не нужно себя обманывать. все же. Вы поправились, потому что пренебрегали диетой и упражнениями. Признаюсь вам, как на духу, я ленилась, а однажды даже заказала китайскую еду. Однажды. Джун, я целый месяц наблюдал за вами в больнице. Вы абсолютно не стараетесь. Так вам никогда не поправиться. Всякий раз, как вы не хотите чего-то делать, притворяйтесь больной. Я безусловно вас уважаю, но на этот раз вы не правы. И знаете, почему мне необходимо похудеть немедленно? Джун может говорить что угодно, но ее слова расходятся с делом. Ей нужна хорошая встряска. Ваше отношение к собственному здоровью меня настораживает. Вы совершенно не хотите лечиться. Дорогой доктор, буду откровенна. Я абсолютно не согласна, что сама не хочу быть здоровой. вы ошибаетесь. Результаты говорят нам о вашем истинном отношении. Ходунки отличный тому пример. Они вам не нужны, вы прячетесь за ними. Если бы вы хотели стать более активной, непременно избавились бы от такой поддержки. Мне нужны ходунки. Да, я виновата, что набрала 9 килограммов, но часть из них вода, скопившаяся в лимфедеме. Операция мне крайне необходима. С ее помощью я непременно похудею. Ладно, вы должны исправить ущерб, который нанесли собственному здоровью за последние пару месяцев, и сбросить эти 9 килограммов. Даю вам на это 2 недели. 9 за 2 недели? Вы справитесь. можно за пару дней сбросить. Да. И делать упражнения? Да. И выбросить ходунки? Да. Увидимся через 2 недели. Трудитесь. Поняла. 6 недели пускать. Надеюсь эта неудача ее немного пристыдила. Обидно, что допустим, будто я не могу измениться. В разговоре. А мне нельзя так дальше жить. Ну, каких больше оправданий. Ну, давай посмотрим. справлюсь. Да, да, ну, давай. Тебе помочь? Нет, я поднимусь сама. Ладно. Последний визит к доктору привел меня в чувства. Я нацелена на успех, как никогда раньше. Я сократила количество еды и теперь сама себе готовлю. Назардан ставил весь дюйм. Нази заработали. смогла взять себя в руки. Она четко видит свою цель и придерживается диеты. У нее отлично получается. До разговора с доктором я делала все по-своему и это не привело ни к чему хорошему. Теперь я четко следую врачебным предписаниям. А, так реально ходит без трости, я смотрю, шикарно. Смотрите, понимаю, если не заставлять себя сбросить вес не получится и меня не допустят до операции. Когда у меня опускаются руки, я стараюсь вновь мотивировать себя, представляя, как сын говорит мне «Мама, не сдавайся». У меня есть режим, и я буду его придерживаться. Я усердно трудилась. надеюсь, теперь меня допустят до операции. Вкусно. У меня неплохо получается. Скоро я встречусь с доктором, и надеюсь, весы покажут нам обоим отличный результат. «Джон Маккейми». «Джон Маккейми»?» «Очень многое зависит от сегодняшней встречи. Это мой последний шанс добиться операции. Надеюсь, цифры на весах будут достаточно низкими. у меня должно все получиться. Есть то, что надо. Просто отлично». Да все-таки прописались бездюлину. «Горжусь собой. Я доказала врачу серьезность своих намерений. Надеюсь, что это не разовое. получится». «Здравствуйте». «Здравствуйте». «Вы сбросили 30 килограммов с тех пор, как впервые пришли к нам». «Довольно много». «Отлично. Есть проблемы с диетой и упражнениями?» «Вообще-то нет. Я хорошо справляюсь. Гуляю по утрам и перед сном. Хожу по ступенькам. Заметили, чего-то не хватает?» «Чего-то нет?» «Да, кое-что исчезло». «Что же?» «Ходунки». «Ты шо, слепой». «Вот именно. Забудем про них». «Похоже, Джун пошла на пользу встряска на предыдущем осознании». «Отходила, поумнела, да?» «Чтобы показать мне свою решимость. Я допускаю вас до операции по снижению веса. Рады? «Чудесно». «Горжусь вами обеими». «Спасибо». «Отлично». Честная «Ну теперь можно отбрадовать. Поехали в Макдональдс». «Эта операция нужна мне как воздух. Я горжусь собой и знаю, сын тоже мной гордился бы. Скорей бы наладить свою жизнь». «Четвертый месяц». «Боюсь, вдруг что-то пойдет не так. Но это необходимая мера, чтобы изменить мою жизнь. Успокойся, не нужно нервничать. Хорошо. ты справишься все в порядке я держусь стараюсь не думать об опасности операции я рискую жизнью ради лучшего будущего ради собственного здоровья мне нужно пройти через это сегодня я проведу джун шунтирование желудка при ее состоянии здоровья и жировых отложениях она в категории высокого риска включите свет зашиваем закончили операция прошла гладко без осложнений все закончилось успешно это хорошо теперь начинается главная работа шунтирование принесет джун значительные изменения и нервозность и желание контроля должны найти другой выход если она рассчитывает на долговременный успех она отказывается возвращаться домой что с вами происходит джун я стала чтобы пойти в туалет и кажется внутри меня что-то лопнуло с тех пор мне очень больно а вот здесь тут да джун привыкла притворяться больной чтобы привлекать внимание хрена узнают и обычно ей удается таким образом добиваться своего готовы поехать домой сегодня нужно убедиться что ничего не случилось о боже лазарда надо понимать что там ничего не произошло да ой актриса она хочет остаться в больнице потому что здесь медсестры за ней ухаживают но ей необходимо отправиться домой чтобы привыкнуть к новому режиму и обрести независимость все хорошо да спасибо в больнице пациентка не станет самостоятельной ну еще один денёчек можно один денёчек я пойду домой да уже все там зашило что лопнуло уже зашило ты с них и нас ничего не произошло да ну что-то так слабо до похудела пока 7 килограмм после операции 2 недели в больнице провела что все там зашило то шелок в воду я очень старалась выполнять упражнения и правильно питаться но боюсь после операции мне не удалось достичь желаемого эффекта готова хорошо моя я рада что младшая дочь осталась ухаживать за мной но самочувствие у меня не а это младшая дочь была очень расстроена тоже такая девочка не маленькая надеялась операция сделает мою жизнь легче ты в порядке но вместо этого я слабее чем когда-либо прежде пища не проходит ты знаешь потолкнуть если станет хуже придется снова лечь в больницу в порядке не умираю неси бумажку будут заповедь писать ой завещание в заповедь но даже не подозревал актриса господи она хоть худеет после операции последние месяцы выдались тяжелые джон маккеми входите я периодически обращалась в больницу из-за дурного самочувствия но при этом добилась неплохих результатов горжусь что мне удалось так много сбросить худеет надеюсь доктор со мной согласен здравствуйте здравствуйте как самочувствие хорошая как вы справлялись те два дня что мы не виделись неплохо тошнота прошла осталась только незначительная боль в правом колене сколько раз вы обращались в больницу с тех пор как я выписал джун после шунтирования она трижды возвращалась в больницу жалуюсь на отсутствие аппетита слабость и целый набор симптомов обследовав пациентку причин для беспокойства я не обнаружил вы то и дело обращались к нам с жалобами на симптомы которые присутствовали только у вас в голове вы сами хотите оставаться больной не позволяете себе выздороветь рекомендую посетить психотерапевт который поможет решить эту проблему нужно разобраться почему джун начала переедать и продолжает требовать внимания только так пациентка добьется долговременного успеха у меня много проблем не стану это отрицать не совру я бываю немного не в себе но ваше предложение посетить психотерапевта мне очень не нравится что в этом плохого не хочу открываться незнакомца это часть вашего лечения отказ от процедур плохой показатель не обижайтесь вы отличный специалист но сейчас вы не правы джун позвольте рассказать что будет дальше сложный характер и я больше не буду вам помогать ваша потеря веса замедлится и вы опять начнете полнеть ситуация только ухудшится если не следуете советам своего врача найдите другого специалиста красавчик стесните зубы и отправляйтесь психотерапевту вдруг он вам поможет желание джун говорит о том что она осознает проблему но не желает ее принимать посмотрим изменится ли ее образ мыслей не каждому нужен психотерапевт я что сумасшедшая нет ты что и мне не хочется чтобы только сумасшедшая мои коллеги но я уважаю доктора назарда на хочу продолжать лечение у него поэтому последую его указаниям она не в восторге от визита к психотерапевту многие темы мне бы просто не хотелось затрагивать джун здравствуйте я лола проходите присаживайтесь как думаете почему вы здесь если честно доктор назардан настоял он считает что у меня мозги не в порядке расскажите немного о себе около пяти лет назад погиб мой 17-летний сын и через месяц у меня случился инфаркт из-за стресса от потери сына да сочувствую с тех пор я постоянно обращаюсь в больницу с разными заболеваниями расскажите мне о вашем сыне маг был моим лучиком солнце и он попал под дурное влияние и совершил ошибку можно об этом подробнее не хочу рассказывать будет лучше если вы поймете что подобные психологические барьеры и будут мешать вам продвигаться вперед зачем вспоминать о событиях которые нельзя изменить на мой взгляд вам нужно проанализировать собственные чувства что произошло после смерти сына а я замкнулась закрылась от чувств вы закрылись и ваше тело теперь отказывается вам служить да но я не нашла лучшего способа справиться судя по всему потеря веса для вас тесно связано с другой трагической потерей телесное состояние с пережитой травмой что вызывает у вас наибольшую скорбь то что его планом на будущее не суждено было осуществиться получива возможность вернуться в день смерти сына чтобы вы сделали иначе сказала бы что люблю его насколько я могу судить вы очень заботитесь об окружающих но намного менее внимательны к собственным нуждам согласно было бы замечательно если бы вы постоянно помнили об этом и не преуменьшали собственные чувства и эмоции договорились хорошо ну шо не понравился психотерапевт мы неплохо побеседовали что когда-нибудь смогу справиться с болью она пока я к этому не готова но вижу каким последствиям привело игнорирование собственных чувств когда-нибудь придется с этим разобраться в жизни возникают моменты которые проверяют тебя на крепость и ты понимаешь что намного сильнее чем мог себе представить ну то худеет по чуть-чуть прошло около месяца с первого визита к психотерапевту я постаралась справиться с теми проблемами что мы обсудили сегодня день рождения мака мы с дочкой выпустим воздушные шары в память о моем любимом сыне я говорю маку как сильно люблю его скучаю по нему и грущу из-за того что его нет рядом это дело футболку типа как будто с ним до самой смерти мне предстоит терпеть эту боль каждый день но мне нужно ее принять и научиться жить с ней я никогда не примирюсь с потерей сына она должна быть сильной и жить дальше не значит забыть ну она худеет и худеет и что мы снова замечаем что психотерапевт пошел на пользу какой же раз мы это видим ухаживать за собой я тэми здравствуйте я джун сейчас я очень многое делаю самостоятельно и за год добилась таких результатов о которых и мечтать не могла год назад даже мысль о посещении салона красоты казалось мне нереальной боже мой теперь мечта осуществилась не дождусь встречи с доктором да что чуть чуть меньше стало еще платье такое разлетайка никакой у нас результат 2 год каждый раз встречаясь с доктором я хочу скорее увидеть цифры на весах в глубине души я все равно волнуюсь но уже не так как раньше ох ни хрена себе 176 такая значительная потеря веса за год очень много для меня почти сотка за год здравствуйте как самочувствие хорошо вижу вы похудели опишите свои ощущения чувствую себя хорошо все замечательно психотерапевт которого вы порекомендовали мне помог какой раз убеждаюсь молодец что согласилась на терапию обсуждение проблем как многие люди недоценивают мозгоправо вы отлично справляетесь через год будете весить уже 90 килограммов отличная цель до новых встреч спасибо успехов на киндак и вот назад я была заперта в четырех стенах а теперь открывай с ногами еще решить проблему все лимфодемы да я живу и наслаждаюсь каждым моментом дочка тоже с лишним весом но вот как то так вот такой вот выпуск можно сказать что мы получили хэппи-энд да хотя блин их с характером такая женщина с характером будет продолжение с радостью его сниму что было дальше поэтому подпишитесь на канал нажмите колокольчик чтобы не пропускать новые выпуски до скорой встречи